Спасибо большое, Гешла, за ваши особенные учения. Каждый раз я приезжаю и чувствую, как это очень особо высшее учение. Прошлым вечером, в конце, вы вопрос один нам дали. Вы задали вопрос, кто-то, кто не бодхисаттва, кто не тренировался с высшим тренингом, могут ли они пройти через эти четыре стадии? Да, мы забыли ответить на этот вопрос. Потому что на первой стадии вы сказали, что тот, у кого не было, никогда не тренировался, не был тренирован в высших учениях, они не распознают это как пустоту. Не могли бы вы объяснить более вот эту часть? Хороший вопрос. Я вам прочитаю из книги. Я вам прочитаю комментарий. Так, для забавы. Спасибо, что спрашиваете. Мне нравится. Вообще, длинный ответ. Автор Пабонка, предмет тантра. Книга – это его комментарии на Баджо и Гинни. Пабонка, комментарии на Баджо и Гинни. Это просто для забавы. У нас такой тантрический перерыв. Несерьезное учение. Скажите «Чива», «Чуку», «Ламкия», «Пардо», «Ламкия», «Кева», «Чугу», «Ламкия». Я не собираюсь объяснять все сейчас, но я посажу семя, потому что она задала вопрос. Итак, «Чива», «Чуку», «Ламкия», «Чива», «Чуму», «Чак», «Чива» означает умирать, проходить через все эти стадии. «Чуку» означает существенное тело Будды, пустота, что является основой Будды. И называется «Чуку». Это «Дарма тела», «Дарма карм». «Чула-Чуку». И «Ламкия» – это очень особое слово, очень секретное слово. «Ламкия» означает… Вы берете обычный опыт в своей жизни и используете, чтобы достичь более высшего уровня. Обычно смерть – это плохая вещь и какая-то грязная вещь. Обычно смерть – это не счастье. Но вы можете использовать это как путь. И мы называем «Ламкия». «Лам» – это путь, как в «Ламриме». «Кер» – это использовать как путь. «Чула-Чуку» – «Ламкия» означает использовать переживание смерти как путь к сущностному телу Будды, к основе Будды. Есть еще две практики. «Пардо», «Ламку», «Ламкия». Это где вы практикуете «Бардо». Вы практикуете то, как вы идете в «Бардо» и используете это как необычный путь для достижения души, небес или рая Аммитабы. Используете это как путь для того, чтобы стать Буддой в собственном доме Будды, в его собственном доме. Вот это не его дом здесь. Так что вы используете «Бардо» как путь, чтобы стать Буддой, кто живет в своем собственном доме, в своем собственном рае Будды. «Гева» означает перерождение. «Ламкия» используется как путь к Тулку. Что такое Тулку? Это тело, которое Будда посылает вот в этот мир. Вы используете эти три плохих переживания, смерть, «Бардо» и перерождение, чтобы достичь трех тел Будды. Дарма тела, тело в раю и тело, которое он высылает в этот мир. И вопрос Кэнди – это часть вот этого комментария. Я его буду для вас читать, так, для забавы, не серьезного учения. И вот как вы делаете практику использования смерти как пути, для того, чтобы соскочить с поезда. Когда весь мир и все люди в нем растворяются в ясный свет. Первое. Все проявляется к вам как пустота. Все проявляется как пустота. Ничего больше. Ничего больше к вам. Вам себя не показывает. Ни гамбургеры, ни телевизоры, ни Вичаты. Только пустота на вас. Проявляется, появляется для вас. Второе – это то, как вы это берете, принимаете. Это то, что у этого нет своей собственной природы. Что это означает? Это ручка сама по себе? Нет. Мы говорим, у нее нет природы быть ручкой. Природа означает со своей собственной стороны. В этом случае природа означает, является ли природа огня. Это то, что горячо. Катерин права. Нет, нет собственной природы. Зависит от того, кто слушает музыку. Это просто, когда мы приближаем руки к огню, чувствуется немножко более тепло. Но даже огонь, у него нет своей собственной природы быть горячим. У воды нет своей собственной природы быть жидкой. Это более высшая буддистская вера. Вода не мокрая со своей собственной стороны. Если у вас есть карма, можно ходить по воде. Вода не будет мокрой для вас. И то, как вы принимаете эту пустоту, то, что вы понимаете, что ничто не происходит со своей собственной стороны. Вода не мокрая, огонь не горячий. Нил какой-то сам не является со своей собственной стороны богом рок-н-ролла. Это его объяснение этих четырёх. И он напоминает слово «цинтан». Как вы это принимаете? Как вы это интерпретируете? О, вы распознаёте это как пустота. Очень сложно в логике. Мы изучаем, как объект проявляется к нам, как мы его принимаем, как прямое восприятие принимают, как логическое восприятие воспринимают, как важное восприятие. В общем, сложно, всё запутано. Потом вы начинаете медитировать. Все вещи в мире, включая меня. Что если ваше имя, например, вас зовут Джасмин или Келли? Я буду занят, когда она будет преподавать йогу. Даже я – это не я со своей собственной стороны. Майкл – это не Майкл. Со стороны Майкла. Те из вас, кто заинтересованы в изучении пустоты глубже, вот здесь важное слово, которое вам нужно просто выжечь в своём уме. Мейкл – дак. Мы обучаем это в DCI. Когда я поднимаюсь на сцену с Мисс Фантон, с Элисон и со Стэнли, и мы говорим об этом важном слове. Что такое Фантон? Какая-то рисовая шляпа. Фантон. Это на китайском. В общем, если хочешь, если ты знаешь сын своего мужа, и хочешь ему что-то ругать или сказать, ты ему говоришь, что ты Фантон. У тебя это как рисовая шляпа на голове. И в DCI мы практикуем эту вот фантом историю. Элисон играет мужа. Питер – второй муж, а я жена, играю в жену. Я прихожу домой с работы, открываю дверь, жду большого объятия от Питера, а он мне говорит, ты просто Фантом. Когда вас критикуют, обвиняют другой человек, всегда есть два Питера, два Питера, которые говорят с тобой, всегда два. Один из них происходит от меня, из моих семян, потому что я ругался на своих детей вчера. А другой – это не моя вина. Я ничего не делала. Это два слова в английском. Не моя вина. Я ничего не делала. Если послушать, как американцы говорят, я ничего не делала, он меня стал называть Фантом. Есть два мужа, которые кричат на вас. Один происходит из вас, из ваших семян, потому что вы кричали на своих детей до этого, а другой не происходит от вас. Я ничего не делала. Один существует, другой нет. Какой из них? Тот, который из моих семян, потому что я кричала на своих детей вчера, он на самом деле существует. А другой, когда я ничего не делала, не моя вина. Не моя вина. Существует ли этот, Лан? Этот существует, муж? Нет, это никогда не существовало, он никогда не будет существовать. Не может существовать. А теперь, ключ к нирване. Ключ к нирване. Готовы? Когда вы сходите с ума, потому что вы вернулись домой, мой муж, муж вас называет миссис рисовая шляпа, когда вы злитесь, на какого мужа вы злитесь всегда? Это тот, который не моя вина. А он никогда и не существовал. Никогда не будет существовать. Каждый раз, когда вы злитесь во всей своей жизни, вы всегда злитесь на человека, которого нет вообще. Каждый раз, когда вы расстраиваетесь во всей своей жизни о том, что что-то с вами произошло, расстраиваетесь по поводу чего-то, что никогда не существовало. Есть особое слово для мужа, которого там нет, и мужа, который там есть, в тибетском. И вот это здесь. Я ждал, когда это слово появится. И Ника изучит, и Ворда изучит, всем остальным неинтересно, но мне не важно. Мэгью да. Гью означает причина. Мэгги, это означает человек, который там не может существовать. Это тот, который не моя вина. Я ничего не делала. Поняли? Это вот здесь в тексте есть. Вы обязаны идентифицировать мужа, который не существует, если вы хотите достичь нирваны. Если вы хотите остановить злость навсегда, в буддизме есть только один способ. И один возможный способ. вы должны осознать, что этот парень, его там нет. Тогда вы сможете контролировать свою злость. Все остальные методы для контроля злости, они временные, они не длятся. Кто-то вас еще побольше подтолкнет, все, и вы разозлитесь. кто-то вас давит, 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 давит. О, я же буддист, мне не нужно злиться. О, я же буддист, не нужно. Кто-то еще надавит побольше и бум в ответ. Но если вы понимаете, мужа, которого там нет, надавливаешь, его нет. Надавливаешь, надавливаешь, надавливаешь на вас, его там нет. Это никогда не сломается, не нарушится. Каждый человек и каждая вещь, которую мы когда-либо видели во всей своей жизни, выглядит, как будто бы это это выглядит, что выглядит, как происходит со своей собственной стороной. моя ручка, мой муж, моя жизнь, Гонконг, выглядит, как будто бы они происходят со своей стороны. Муж, который он называет меня, фантом, который не происходит из меня, он выглядит очень реальным. Бороться, бороться, бороться. линьево, линьево означает супер, яркий, реальный, там существует, супер реальный. Муж, который называет вас фантом, не происходит из вас. вы не думаете, вы открываете дверь, а муж вам говорит фантом, вы не думаете, ой, может быть, происходит из меня или нет. Это просто появляется автоматически. Ощущается, что он атакует, он происходит оттуда. А я ничего не делал, это не моя вина. А он так на вас. И выглядит автоматически. У каждого всех есть. Вам не нужно об этом думать. Даже если вы не думаете, все равно он будет выглядеть так, что происходит со своей собственной стороны. И это и Гакча. Это является Гакчей. Выучите слово Гакча. Выучите слово Гакча. Выучите слово Гакча. Когда вы скажете Нику и Эрин, что вы ведете их в Кучино Рестико, в самый дорогой ресторан, Сидоны, на ужин, что часто не случается, и говорите, я заплачу. Отводите их, большой ужин, время идти домой, все счастливы. Все беременные, мальчики, девочки. И мы говорим, и вы говорите, окей, хорошо. И вы забыли свою кредитку. Гакча означает, та вещь, которая не в вашем кармане. Хорошо? Та вещь, которая не в вашем кармане. Это Гакча. Или можно сказать, пустота, пусто от чего? Вот от этой вещи. Это невозможный муж. Пустота, пусто от невозможного, от несуществующего мужа. Чего там нет, когда вы говорите, что пустота? Когда вы говорите, пустота, что, чего там нет? Кредитки. Когда происходит фантом, чего там нет? Да, глупого мужа, который атакует вас. Его там нет. Мистер, не моя вина, это Гакча. Вот эта вещь, которая... Левый палец, поднимите. Укажите на что, что не происходит от вас. Вы нашли Гакчу. Та вещь, которой нет в этой комнате, это Гакча. Вещь, которая не происходит из вас. Вы можете сказать, что это невозможная вещь, не пустая вещь. Вещь, не происходящая из меня. Называется Гакча. Я все еще отвечаю на вопрос Кэнди. Когда вы смотрите на свое тело, где мое тело? Вы не можете найти даже тело Майкла, которое не происходит от Майкла, которое не происходит из того, как я относился к другим людям. Если я смотрю на тело Майкла, которое не происходит из чего-то, как я относился к другим людям, то я не могу его найти. даже ни одного атома нет, ни одного объекта во всей Вселенной, который не происходит из ваших семян. когда вы это понимаете, вы распознаете пустоту. это вторая часть. Пустота проявляется перед вами. Если вы понимаете мужа, вы понимаете пустоту. Со своей стороны это вам показывает пустота, пустота, а вы со своей стороны. О, да, 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 я распознаю. О, я тебя встречал раньше, когда Геша Майка говорит про ручку. Я тебя помню. А, ты же фантом, парень. И это все объяснение он говорит о лейн-йорн рэпа. Как принять пустоту? А потом он дает ответ на вопрос Кэнди. Хартехтамчэнла Юра. Продолжение следует... Продолжение следует... Муж, который проявляется пустым, и то, как вы его принимаете пустым. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первые два относятся к бодхисаттву учениям, но не секретные. В высших учениях, в секретных учениях... Состояние ума, которое видит пустоту... Это... Нюк Сэм Дэччен. Нюк Сэм Дэччен. Вы закручиваетесь вниз, горы падают цунами, солнце жжет, ветер приходит, мираж приходит, дым приходит, искры приходят. И... Белый, красный, черный... И ум становится все уже, уже, уже... И кристалл. Тынь... Тынь... Вы дотрагиваетесь до кристалла. Это состояние ума называется Нюксон. Но это очень сложно. Очень сложное слово. Нюксон означает... Часть вас, которая живет всегда и будет жить всегда. Часть вас, которая жила всегда и будет в будущем жить всегда. Называется она типа основного базового ума. Это ваша основа, ваша душа. Это называется Нюксон. И природа, это основа, это блаженство, это радость. Если вы умираете, и вы идете по этому тоннелю, последняя вещь, которая остается, последняя часть жизни, последняя искра жизни, которая никогда не исчезает, никогда, это Нюксон. Ваша радость, которая видит пустоту. И для этого у бодхисаттвы есть две возможности. И есть бодхисаттвы, которые не получили разрешения изучать секретные учения. Или есть бодхисатты, которые изучают секретные учения. Вы кто? Вы прямо сейчас получаете секретные учения? Вы, наверное, второй тип. Ты больше? Красиво? Хорошо. Это первые три из четырех внутри кристалла. Все выглядит пустым для меня. И поэтому я говорю о муже, об этом фантом-мужа. Это хорошее время для практики пустоты. Правда. Какое определение нирваны? Постоянное окончание ваших негативных эмоций, потому что вы видели пустоту. И это единственный способ. Поэтому фантом-муж – это не плохой пример. Это лучший глубокий пример. Когда вы не злитесь на этого мужа-фантом, вы достигаете нирваны. Это определение нирваны, потому что вы поняли пустоту. Поняли? Это не глупый пример. Это единственный реальный пример. Забудьте всю философию. Когда вы достигаете нирваны, вы ее достигнете на кухне со своим фантом-мужем. Эти три – все появляется пустотым ко мне. Я принимаю это как пустоту. И мое состояние ума – это радость, глубокая радость, которая всегда была частью меня. Когда вы все остальные вещи забираете, мое мясо, кожа, кровь умирает, глаза, все умирает, что остается? После белого света, красного света, черного, что остается от вас? Это вот называется счастливый ум, который видит пустоту. И вы это никогда не теряете. Можете бомбу положить в карман, взорвать, этот ум останется. Этот ум никуда не уйдет. Глубокое счастье видит пустоту. У каждого это есть. Это первые три. Нам надо глубже пойти. У нас еще 10 минут. Сколько всего групп тантры? Четыре. Есть четыре групп тантры. Четыре системы тантры. Какая разница между ними? Самая низшая, более внешние ритуалы. Дын-дын-дын. Бом-бом-бом. Это низшая тантра. Вы носите большую шапку. Все знают, что вы тантру делаете. В общем, надеюсь, у меня не будет проблем. А в высшей тантре, это секретно. Никто не знает. У вас нет большой шапки. Вы не звоните в колокольчики. Все секретное. Тантрические люди, они, например, им положено делать в нашей традиции. Все левой рукой. В нашей системе, в системе Пабонки, в системе Цункапе, предполагается делать вещи левой рукой. Например, вы тянетесь до кофе, и вы левой рукой берете чашку. И все знают об этом. Люди, секретные люди, они знают. О, Геша Майкл левой рукой дотянулся до кофе. Правая же ближе, но он левой рукой взял. Ха-ха-ха. Это высшая школа. Все клевое. Все такое. Но никто не знает, что вы делаете. Только Будда знает. Поняли? В трех низших системах тантры есть третье качество внутри кристалла. У них есть первые три. Первые три. Которые что? Пустота проявляется ко мне. Я принимаю как пустоту. Воспринимаю с блаженством, с счастьем. Ниши и секретные школы, у них есть эти три. Но... Но у них нет номера четыре. Только высшая школа тантры, у нее есть номер четыре. Что такое четвертое? Де-ла-о. О-ахам. Ахам. Это я. Я являюсь этим. Чем? Я тот мистер фантом, который ничего не делал. Это я. Я хочу быть этим. Я спрыгиваю с поезда. Я хочу быть этим. Я хочу, чтобы это было мной. Я хочу быть той вещью, которая может освободить всех людей. У меня есть друг христианин. И они мне сказали, «О, вы не верите в Бога». Я говорю, «Неправда». Я верю, что есть Бог. Они говорят, «А что... Как он выглядит, Бог?» Кто-то думает, с большой белой бородой, живет на небе. И они меня спрашивают, «Как вы думаете, что такое Бог?» Я думаю, что Бог – это семена. Бог – это семена. Понимаете? Правда. Истина всегда происходит из семян. Это Бог. Истина – это Бог. И это управляет всем миром. У него нет двух рук и двух ног. Это истина. Все происходит из семян. Для меня это Бог. Они мне говорят, «Не, не, ну вы не верите в Бога». Я говорю, «Нет, я верю». Тогда они говорят, «Хороший вопрос». Они говорят, «Это человек? Или нет?» Зависимое происхождение – это человек. Пустота – это человек. И в буддизме мы говорим, «Да». Будда является этим. Это часть Будды. Это Дарма Кая. Это сущностное тело. Это тело пустоты. Это 25% Будды. Поняли? Тот факт, что вы делаете что-то хорошее, и то, что хорошее вернется к вам, – это 25% Будды. Поняли? Это не странно, когда вы говорите, что «Я являюсь этим». Я хочу быть этим. Чем? Я хочу быть истиной. Я хочу иметь тело, которое сделано из этого. Вот это не клевое тело. Вот это арендованная машина – дешевка. Я хочу… Это сделано из кожи. Я хочу то, что сделано из того факта, что хорошие люди получают хорошие вещи. Я хочу это тело. Какая вот эта машина дорогая? Эстон Маркин. Мерсидес. Мейбар. Мейбар. Мазерати. 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 Я не хочу тело, сделанное из мяса, костей и крови. Я хочу сделанное из истины. Что такое истина? Если вы делаете хорошие вещи, другим людям хорошие вещи вернутся к вам. Я хочу это тело. Дэнно. Мое новое я – это вот это. Поняли? Человек ли это? Это может быть. Это может быть человеком. Это может быть не человеком, но может быть и человеком также. Из этих 25% истинного тела вы можете наложить другие тела. Например, тело, которое в раю. Поняли? Вы можете надстроить тело Будды из этого. В Алмазной сутре, во второй части Камалашила, Будда скажет, отметки и знаки, которые делают вас Буддой, существуют. Вот в этот раз он так скажет, если мы до этого не умрем. А он так скажет. Он это скажет. Есть 32, 32 отметки и знака, и 80, и 80 отметок. 32 знака и 80 отметок частей Будды. Известная книга, которая обучает этих 112 вещам. Написал Майтрея. Майтрея написал книгу, а он говорил книгу, а Асанга ее записывал. Во время Камалашила я вас этому буду обучать. И мы пройдемся через эти все 112 меток из книги Майтрея. Но это внешние признаки. Внутри это тело пустоты. Итак, мы еще не закончили с этим вопросом. Вы должны думать, это я. Если вы так сделаете, то вы преуспеете в превращении смерти в остановку поезда, то есть вы сможете спрыгнуть с поезда, если вы это сможете сделать. Здесь остановимся. Там еще более все забудено. Дальше. Хороший вопрос.